Рейды только начались, а первые нарушители уже выявлены. Например, на Владимира, свозившего строительный мусор в контейнер в Гнелицах, уже заведено дело об административном правонарушении. Местные жители жалуются, что площадка заполняется разными отходами очень быстро. И при вывозе мусор забирается не полностью. Часть разбрасывается и разносится ветром по округе. Это всё запах и мусор у нас постоянно. Мусор приносится ветром к домам. Конечно, нет никакого не оборудованного площадка, нет покрытия, нет ограждения, контейнер неудобный. Лучше бы стояли, мы считаем, два восьмитоника, которые вывозятся машиной. Сюда привозится мусор со всех домов в Гнелицах, а их около полутора тысяч. Причём не только твёрдые коммунальные отходы, но и другие. Граждане просят установить баки на улицах и наказать тех, кто не заключает договоры на вывоз строительного мусора. Мы даже просили дворника, хотя бы здесь был дворник какой-то, человек, который следил за этим мусором. Госжилинспекция и Министерство экологии усилили работу по пресечению несанкционированного размещения отходов. На контейнерных площадках не должен скапливаться крупный строительный мусор. Для нарушителя предусмотрен штраф от одной до пяти тысяч рублей. Для юридического лица до 500 тысяч. По итогам наших систематических наблюдений, жилищные инспекции были неоднократно проведены рабочие совещания совместно с региональным оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов, совместно с администрацией города Нижнего Новгорода, района, автозаводского района. Работа по пресечению возникновения несанкционированных свалок и их ликвидация проводится по нацпроекту «Экология». С начала прошлого года и по настоящее время было вывезено 83 тысячи кубометров таких отходов. Дарья Кульбакина, Михаил Городников. Время новостей.